Всем привет, вы смотрите канал Linux Comp. В прошлый раз я рассказывал о полноэкранном режиме в VirtualBox и о том, как безболезненно переключаться между рабочими столами. Об этом вы можете прочитать на сайте linuxcomp.ru. Ссылочку я оставлю в описании. Теперь давайте поговорим подробнее про вариант с интеграцией экрана. Особенно интересно то, что у меня два монитора, и я хочу, чтобы виндовое окошко можно было перемещать не только в пределах одного экрана, а на всех экранах. Как этого можно достигнуть? Для начала нужно дать виртуалке необходимое количество виртуальных мониторов, в моем случае два. Теперь нужно запустить эту виртуалку и в настройках экрана расположить их в соответствии с экранами в Linux. В моем случае экраны расположены друг над другом. Наконец переходим в режим интеграции экрана. Как видите, теперь я могу перетаскивать виндовое окно между мониторами. Если вас не устраивает, что виндовая панель задач находится на другом мониторе, вы можете исправить это, назначив главным монитором тот, который вам нужен. Кроме того, вы можете поменять местами мониторы с помощью виртуалбокс. Для этого нажмите «Host Home» и в меню «Вид» поставьте виртуальный монитор на нужное место хостового монитора. Вот теперь это можно считать интеграцией экрана. Из минусов, то что эта интеграция тоже отнимает ресурсы и работает только для Windows 7. Поэтому у меня появилась еще одна идея, как бы псевдоинтеграции. Можно дать виртуалке два монитора, но работать в оконном режиме. В первом разместить удобно весь экран, а во второй перетащить панельку и таким образом работать. Но я бы не сказал, что это удобный вариант. На этом все. Мы рассмотрели, как удобнее работать с режимом интеграции экрана в виртуалбокс, если у вас несколько мониторов. Надеюсь, эта информация была вам полезна. С вами был Акулов Андрей, канал LinuxComp. До встречи в следующих видео.